Эфир телеканала Кубань 24 продолжает программу артефакты. С вами Екатерина Славянская. Парадоксальная гармония строгого конструктивизма снаружи и экспрессивного реализма внутри. Вряд ли когда-нибудь это возможно отнести к обычному подъезду. Но в Краснодаре, в здании на улице Красной, это возможно. Там представили уникальный выставочный проект «Дом, подъезд, квартира». Он включает тандем живописных работ Дмитрия Прокоповича и коллекцию стекла коллекционера Татьяны Лариной. За считанные минуты из шумного мегаполиса окунаешься в первую часть таинственной матрешки. Подъезд, окутанный самыми неприкосновенными загадками далекого прошлого, того самого жилого дома 1927 года. Конечной станцией арт-путешествия становится пресловутая квартира коллекционера. Мрачный готический стиль и хрупкое утонченное стекло становятся идеальным дополнением друг друга. Контраст между подъездом и квартирой очевиден. Антураж полностью погружает в атмосферу мистики и таинства. Особенность этой выставки в необычном месте, в том месте, в котором она проводится. Мы говорим сейчас о трехчастном проекте галереи Ларина, который проходит в памятнике архитектуры. Это здание советский конструктивизм, 1927 года постройки. Редкий памятник для нашего города, особенно редкий. Мы хотели рассказать об этом доме, это раз. И второе, показать выставку в необычном коридоре, то есть в пространстве внутри. И пригласить людей в квартиру, то есть показать дом со всех сторон. Картины Дмитрия Прокоповича написаны гармонично в одном стиле, его стиль угадывается. Я бы назвала этот стиль современный реализм. Художник любит гулять по городу, вдохновляться сюжетами города и переносить их в полотна, тем самым пытаясь задокументировать и зафиксировать эти моменты и поделиться с ними, и со зрителем. Доблесть, отвага и история, заключенные в танце. В Краснодаре готовится концерт государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лизгинка». И у нас в гостях генеральный директор коллектива «Заслуженный деятель искусств России», доверенное лицо президента Джамбулат Магомедов. Здравствуйте, Джамбулат Мусевич. Здравствуйте. Это для нас большая честь, что вы к нам пришли, тем более, что коллектив 27 лет не был на Кубани. Рассказывайте, какая программа. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, вы посмотрите, какая погода. Это солнечное, прекрасное, теплое, весеннее. Я думаю, что сегодня мы создадим такую же атмосферу в зале. Мы действительно соскучились по Краснодару, по удивительно теплым, гостеприимным людям. И я думаю, что сегодня мы хотим показать все лучшее, что у нас есть. И это танцы Золотого фонда, и даже танцы, которые, в общем-то, сегодня зритель увидит впервые. Ух ты. Да, нам исполняется в этом году 60 лет. И, в общем-то, мы будем адаптировать сегодня на зале некоторые наши новые постановки. Я думаю, что сегодня вот Краснодару, надеюсь, посчастливилось их увидеть. И я вдвойне счастлив, что сегодня я нахожусь на земле нашего братского коллектива, не побывешь этого слова, коллектива в великой истории, коллектива, легенды, с которым мы выступаем на самых гербовых концертах в России, далеко за ее пределами. Это, конечно, академический хор Кубанской казачьей, возглавляет который, значит, и генеральный директор, и художественный руководитель долгие годы, Виктор Гаврилович Захарченко, которого мы сегодня будем поздравлять. Ему присвоено звание. Ко всем его наградам прибавится звание заслуженной деятельности в Дагестане. Ух ты! Для Дагестана это большая честь, большая радость, потому что такой выдающийся человек в области культуры, и он бывал в Дагестане вместе с коллективом. Я думаю, что мы сегодня вот такую сюрпризу мы преподнесем, и будем, в общем-то, дарить нашу хореографию, дарить нашу историю, наши традиции. И будем дарить нашему, одному из самых любимых зрителей, это, конечно, жителям Краснодара. Если я не ошибаюсь, вы у руководства коллектива почти 30 лет. 27 или 28? 28 лет. Вот. Расскажите, пожалуйста, как вы перенимали, да? Очень важно ведь сохранение традиций, чтобы... И, насколько я знаю, именно благодаря вам появилась и школа-студия. Да. Придя в 90-м году молодым, далеко не совсем творческим человеком, я по образованию экономист, но, в общем-то, и коллектив, это были тяжелые времена, когда была общая девальвация искусства, культуры. И, в общем-то, перед республикой стояла задача сохранить коллектив, поддержать этот коллектив, придать его такой свежий импульс. И я изучал деятельность таких выдающихся коллективов, как коллектив Игоря Александровича Моисеева, другие коллективы. И, конечно же, кое-что постарался адаптировать и выстроил программу. И я очень рад, что руководство Дагестана, которое тогда было у власти, с пониманием отнеслось и поддержали наш коллектив. Мы создали, как вы говорите, школу-студию при ансамбле «Лезгинка». То есть взращиваете кадры? У нас уже свои кадры, дети приходят с 5 лет, конкурс у нас очень высокий, потому что «Лезгинка», но многие дагестанцы и даже жители Кавказа мечтают попасть в «Лезгинку». Поэтому очень идет серьезный отбор, селекционная работа очень серьезная. Но мы опираемся именно на наши кадры, с которыми работают очень опытные педагоги. И, в общем-то, из нашей юношеской студии лучшие из лучших попадают в наш ансамбль. И я думаю, что это очень нам помогает, чтобы мы могли на высоком творческом уровне держать коллектив и среди артистов держать такую большую конкурсность, чтобы они тоже были в тонусе и всегда над собой работали, понимали, что конкуренция, она вещь такая, что надо всегда доказывать каждой дневной работой, творческими успехами, профессионализмом, доказывать свое место в ряду состава ансамбля «Лезгинка». Ну, в принципе, как доверенное лицо следующего президента России, к вам следующий вопрос. Вот появление такого коллектива в республике стало ли стимулом для развития хореографического искусства? Да, ну, конечно же, «Лезгинка» – это не просто, значит, постановки, танцы, хореографические номера. Это целая наука, это целая школа, куда вовлечены сотни, сотни представителей юношей, которые проходят, может быть, редко кто из них попадает непосредственно в уже профессиональную команду «Лезгинки». Но вот мы стараемся их учить не только танцам, мы стараемся и привязывать патриотизм, родственность, все необходимые качества, которые из них делают личности, формируют их как достойных детей России. Поэтому, конечно же, личный пример деятельности. Вот недавно коллектив буквально, кстати, мы там были и накануне был кубанский казачий хор, мы выступали в Сирии на базе «Хмеймин», где мы поддерживали, поднимали дух российских солдат. Это все, конечно же, большой образец и пример, как сегодня должен формироваться юноша, который должен достойно представлять в семье России Дагестан, выглядит как дагестанец. И вот это, конечно, воспитательная функция. Мы эту ответственность понимаем и этому уделяем очень серьезное внимание, потому что у нас есть и постановки, которые, в общем-то, наполнены патриотизмом, которые отражают героические эпосы Дагестана, России. Это все, я думаю, что оно накладывает на нас, еще раз говорю, большую значимость того, что мы делаем в формировании дагестанской молодежи. То есть вот так вот и проявляется патриотизм, вот так он и формируется. Совершенно верно. Мы когда, в общем-то, рассказывая о подвигах наших героев, рассказывая о истории, гостеприизме, интернационализме, традициях, мудрости дагестанских предков, конечно же, люди начинают, в общем-то, вникать, люди начинают думать по-другому, если даже на каком-то этапе жизни они, в общем-то, недооценивали и не совсем, может быть, правильно себя вели в той или иной ситуации. Мы стараемся очень серьезно на них влиять. То есть стать ориентиром. Совершенно верно. Образцом, ориентиром, маяком. И, в общем-то, большинство молодежи Дагестана с удовольствием обращают. Но многие наши артисты являются кумирами и примером для дагестанской молодежи. И, конечно же, вот это мы очень используем. Мы делаем встречи ребят в вузах, встречи наших солистов в школах с старшеклассниками, с кружками, где занимаются дети и так далее. И, конечно же, личный пример деятельности артистов ансамбля Лизгинка, он формирует как достойных людей. Он, в общем-то, является, как вы уже сказали, ярким примером, как надо трудиться, себя посвящать любимому делу, как надо погружаться в те, к сожалению, во многом утраченные позиции. Джамбулат Мусайевич, к сожалению, время подходит к концу. Мы очень рады, что сегодня у вас получилось присутствовать на нашей программе. И желаю, чтобы больше таких длительных перерывов не было. Приезжайте к нам ежегодно. Я даю слово, что мы будем приезжать почаще, будем приглашать ваш коллектив к нам. И хочу поблагодарить всех нашего представителя постприезда Магомеда Магомедовича, который во многом организовал наш приезд. А сегодня пригласить 50-60 человек – дело непростое. Я хочу поблагодарить всех, кто с такой душой, так тепло, так искренне рад нас приветствовать. Я думаю, что мы вас сегодня обрадуем и не подведем. Спасибо огромное. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь на Кубань, 24.